Пьер Филипенко Пьер, расскажите пару слов о вашей продуктовой линейке. С чем вы к нам сегодня пришли? У нас в компании два основных бренда. Один бренд – это «Сок Добрый», который лидер на рынке. У него очень широкая линейка соков, нектаров и тоже сокозодержащих напитков. У нас есть тоже второй бренд. Это бренд «Рич». Достаточно отличается. Премиальный бренд, у которого 11 разных вкусов. Главным образом в соках, но и тоже несколько нектаров. Насколько я понимаю, что каждый сок изготовлен для определенного покупателя. «Сок Добрый» – это более семейный бренд. А «Соки Рич» – это бизнесовая идея. Абсолютно. Продукт и ассортимент, линейка продуктовая только может быть успешной, если она отвечает очень точно на желания и нужды целовой аудитории. И это как бы основа нашей работы – это сначала понять людей, что они хотят, что им нужно, и потом очень аккуратно ответить на это. И в этом процессе, конечно, креативность очень важна, потому что иногда люди не могут высказать, что им хочется, и наша задача – это как раз придумать это. И для этого у нас есть очень хороший центр исследования, который нам помогает не только понимать людей, но главным образом тоже разрабатывать правильные формулы. И вы очень точно сказали, что у «Доброго» более семейная целовая аудитория – это главным образом люди, которые имеют такой средний доход и которые хотят наслаждаться жизнью, но не могут, может быть, себе позволить самые дорогие продукты на каждый день. И вот для них мы сделали продукты, которые очень вкусные, потому что для них это очень важно, но достаточно простые и доступные по цене. И у нас вот есть основные вкусы, которые самые популярные на российском рынке – это, значит, яблоко, ну, потому что национальный фрукт, ну, и тоже потом мультифрут – это смесь разных фруктов – апельсин, банан, ананас. У нас апельсин, конечно, большой хит, в топовой тоже списке есть и персик, и томат. Это томат – отличие на российском рынке. И у нас, конечно, тоже есть другие продукты, как морсы, например, и ягодные вкусы, как вишня и малина. Очень популярные в России, опять-таки, очень отличаются от других стран в мире. Россияне очень любят эти фрукты, которые, ну, отечественные. И мы тоже выпустили сравнительно недавно, меньше двух лет назад, сокозадряжающий, освежающий напиток «Палпи», который с мякотью апельсина, и который предоставляет очень приятное ощущение, натуральное ощущение освежения фруктов. Особенно в жаркую погоду. Абсолютно. И, значит, всё это нацелено на эту аудиторию, которая, в общем, хочет сейчас наслаждаться жизнью, но главным образом, которая строит тоже своё будущее. Это работающие люди, у них дети, которые ходят в школу, они достаточно активные. И ведут здоровый образ жизни. И ведут здоровый образ жизни, совершенно верно. Потому что все наши соки, они содержат натуральные преимущества, витамины и минералы, которые во фруктах. Мы очень-очень аккуратно работаем со фруктом, чтобы удержать эти свойства. И недавно соковый союз провёл исследование и померил количество витаминов, которые вот содержатся в этих упаковках. И они смогли доказать научным образом, что они содержат столько же витаминов, апельсиновый сок, чем и свежий выжатый сок. И это показывает, что наши процессы производства отлично работают. А сок рич – это немного другая целовая аудитория. Мы не говорим, что это люди какого-то возраста или что такое. Мы говорим, что это для успешных людей. Для людей, которые достигли чего-то и могут себе позволить премиальный вкусный сок. И в рече мы особенно сфокусировались на очень, как сказать, многогранный и сложный вкус фруктов. И что мы сделали для этого? Мы нашли много разных сортов одного фрукта. Значит, у нас, например, в апельсине до четырёх сортов разных апельсинов, чтобы сделать это уникальное сочетание. И мы предлагаем людям, когда они пьют рич, насладиться жизнью и начать на неё смотреть, может быть, ещё по-другому, чтобы дальше усилить успех. То есть это такой сок кюве такой получается в определённом смысле. Мы в программе, как правило, говорим, ну, то есть мы, безусловно, говорим о продукте, но мы говорим ещё и о том, как этот продукт продавать, кому продавать, где продавать. И вот хотелось бы задать такой вопрос. Очень красиво выглядящие продукты, красивая упаковка, яркая. И я уверен, что потребительские качества тоже очень хорошие. Но тем не менее, что нужно сделать для того, чтобы хорошо продаваться в магазине для вас? Я вам дам пример, скажем, одной новинки, которую мы выпустили в 2013 году. Это сок на олимпийские мероприятия, это цитрусовый микс, который мы выпустили в сентябре 2013 года. И который, значит, до Олимпиады, ещё сейчас на рынке. Конечно, сначала, первым долгом нам нужно было разработать продукт, который нравится людям. Так что мы пошли и начали спрашивать людей и попросили их голосовать. И мы получили в интернете больше миллионов голосов, чтобы выбрать вкус, который больше всего людям нравится. Сочетание фруктов, которые им хочется видеть. И это первый шаг, чтобы продать. Это, конечно, должно быть привлекательно людям. Потом второй ключевой шаг – это, конечно, представленность в точке. Если его не найти, ну, его тоже не продажа. Это значит, что мы очень аккуратно работали с дизайном. И вы видите, что он такой яркий, точно, белый и в стиле Олимпийских игр, чтобы как раз он отделялся бы от главной линейки. И прямо он очень виден в точке, его сразу люди находят. И, конечно, мы тоже его ставим в специальные места, чтобы как раз люди могли бы его легче, быстрее найти при входе в точку. Третий элемент, который очень важный – это, конечно, попробовать. Потому что, ну, людям не хочется купить что-то, которое им не нравится. Они, конечно, не знают от того, что они его купили, если он им понравится. И мы делаем очень много дегустации. И мы проводим ее в точке, там, где мы можем найти наших потенциальных покупателей. Ну, и тоже в других разных местах. Например, ну, тут мы интересуемся семьями, так что мы пойдем в торговые центры, куда они ходят на выходные. Или вот в парке, например. И им даем попробовать. Мы стараемся это делать всегда таким образом, чтобы это было бы весело. Праздником. Точно. Чтобы люди запомнили бы, чтобы это был бы какой-то такой приятный момент, приятный опыт. Потому что если просто дать выпить, ну, люди выпьют и забудут. А тут они что-то вспоминают, это им приносит какое-то удовольствие, развлекание. Обязательно расскажут друзьям. Вот, абсолютно. И это помогает вот продвижение продукта. И, конечно, последний, самый важный пункт – нужно людям рассказать о нем. И, конечно, мы тут употребляем классические инструменты, как реклама в телевидении. У нас был 10-секундный ролик, который рассказывал об этом вкусе. Мы употребляем тоже интернет. И, главным образом, социальные сети, они нам помогают вести диалог с людьми. Потому что мы не только можем людям рассказать о том, что продукт появился на рынке, но мы их просим, что они думают. Те, которые попробовали, чтобы они обменялись опытом. У нас были очень интересные истории, как, например, родители нам рассказывали, что вообще их дети бросались на продукт, когда они возвращались с покупок. И что это первый раз, что вот такое случалось с соком. Обычно дети, ну, там, они бегают, хотят шоколадку взять или, может быть, какую-то газировку. А тут они прямо бросались на этот сок, он им очень нравился. То есть это формирование вашей покупательской аудитории, в общем-то, с самых юных лет. А вот если взять технологии, которые используются, в принципе, в магазине, какое-то нестандартное оборудование, там, холодильное, да, либо какие-то специальные стенды, да, от визуализации. То есть вот насколько это важно для вас? Ну, это, конечно, очень важно, как я говорю, чтобы люди могли бы увидеть продукт. Потому что, когда входишь в магазин, особенно в некоторые форматы, как гипермаркеты, где очень много выбора. И часто тоже очень много людей, и очень трудно разобраться. Так что выделиться это очень важно. И, конечно, нестандартные формы, ну, там, типа дисплеев, коммуникации, они играют очень важную роль. Но я сказал бы, что это не только, как бы, нестандарт, который работает, но это должно быть абсолютно связано с идеей продукта. И тут, например, у нас мы поставили баннеры и постеры, которые были в виде олимпийских, как бы, флагов. Как будто, знаете, когда спортсмен приходит уже до финиша, ну, там стоит сверху некий такой флаг, который показывает, что это финиш. Ну, и мы в этом виде делали специальную декорацию в точке. Прикоснись к олимпиаде, как бы так, да? И абсолютно, как бы, нестандартное, оно тоже связано с идеей продукта. И таким образом, конечно, люди не только видят, но и запоминают, и все это очень логично строится. И они покупают, и потом, главным образом для нас, если им продукт понравился, они возвращаются. Ну, то есть, в принципе, есть некий стержень этой коммуникации. То есть, в любом случае, это завязано, как бы, на продукте. В любом случае, там его нужно попробовать. Но вы стараетесь, как бы, его выделять. Такой вопрос, на самом деле, скорее всего, мы продолжим обсуждать этот вопрос после некоторого перерыва, потому что он достаточно длинный. Все-таки его задам в первой части программы. Шопер-маркетинг активности, то есть, это совместная активность производителей, сетей, включая, может быть, некие не просто нестандартные материалы, но, как бы, некие нестандартные механики взаимодействия. То есть, на сегодняшний день шопер-маркетинг в России для вашей компании – это уже реальность или это какое-то будущее? Пока еще в перспективе. Нет, это абсолютно реальность. Я сказал бы, что это, наверное, один из наших самых важных приоритетов. Конечно, это очень сильно влияет на продажи, на успех продукта. И я сказал бы, что это достаточно недавний топик для нас. Мы погрузились где-то вокруг 2010 года в эту тему очень глубоко. И использовали наши знания, глобальные компании, чтобы, как бы, построить опыт тут, в России. И потом начали сами разрабатывать. Шопер-маркетинг – это важнейшая вещь. И, с одной стороны, она достаточно простая. Потому что вся цель – это, чтобы человек вышел бы с продуктом в корзине, который соответствует его желаниям. Потому что если заставить его купить что-то, что ему не хочется, – все. Он уже не захочет возвратиться ни на бренд, ни на сеть. Но, с другой стороны, там очень много разных элементов, которые влияют на это решение. И достаточно такая точечная наука. Пьер, мы с удовольствием продолжим обсудить этот вопрос после небольшого перерыва. Рекламная пауза. Здравствуйте еще раз. Продолжаем программу «Формула продаж». С вами ведущий Ярослав Клинк и Татьяна Зайцева. А наш гость сегодня Пьер Филипенко – директор по маркетингу компании «Мултон». Пьер, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Пьер, в первой части нашей программы мы начали говорить о шопермаркетинге. Что эта дисциплина уже имеет для вас определенное значение. Что она уже достаточно широко используется. И вот мы хотели бы, наверное, продолжить этот разговор. Насколько шопермаркетинг для вас важен? Насколько шопермаркетинг вообще интересен с точки зрения отношений с ритейлером? И вот мы с удовольствием предоставляем вам слово. Спасибо. Шопермаркетинг, он прямо является в центре нашего отношения с розничными сетями. Это очень важно, потому что, конечно, мы хотим продвигать наш бизнес, наши бренды. Но, главным образом, сеть хочет продвинуть категорию и хочет увеличить размер корзины и тоже посещаемость. Абсолютно. Значит, наша задача – это не только продвигать свои бренды за счет конкурентов, но и тоже продвигать всю категорию. И это то, что мы стараемся защитить через шопермаркетинг. Главным образом, это все начинается с правильного ассортимента. И, конечно, с нашей стороны мы можем больше влиять на это и очень аккуратно определять, какой правильный ассортимент на каждый формат сети. Он будет разным в гипермаркете, он будет разным в супермаркете, потому что люди не приходят с одной и той же целью. У них разные поводы, когда они приходят в гипермаркетинг, главным образом они покупают на неделю или даже на две. В супермаркете намного больше таких точечных покупок. И, конечно, формат упаковки и ассортимент будет разным. И, значит, мы первым долгом обсуждаем наш ассортимент, но и тоже у нас есть исследования, и мы употребляем разные инструменты, как Нилсон, например, которые нам помогают определить, какой должен быть ассортимент идеальной категории. И мы предлагаем это нашим клиентам, ретейлерам и начинаем обсуждать. Конечно, это очень длительный процесс, потому что это не что-то, которое решается одним разом или даже за счет пару месяцев. Это обычно длится в протяжении нескольких лет, где мы строим понемножку ассортимент и доказываем шаг после шага, что наши решения правильные, что увеличивается оборот, это может быть в объеме или может быть в деньгах. И таким образом это нам позволяет перейти на следующий этап с ретейлером. Значит, первый элемент очень важный – это ассортимент. Второй элемент, который ключевой, это мерчендайзинг, представленность, как стоит продукт. И тут, конечно, очень много есть разных философий, подходов. Мы знаем, что, например, если взять конкретно пример соков, есть сети, с которыми мы договорились на представленность по брендам, которые организованы по ценам. С самого дорогого бренда до самого дешевого. А есть сети, например, которые предпочитают, как сеть Ашан, ставить продукт по вкусам. По сортам. И мы очень делали много исследований, ставили камеры в точке, чтобы посмотреть, что лучше всего работает. И то, что очень интересно, это, что представленность по брендам, она лучше работает, потому что людям легче найти свой продукт. Потому что когда они приходят в точку, и это мы их спрашивали, они знают очень точно, какой вкус они хотят. Но обычно они употребляют бренд, чтобы определиться, в какой вид вкуса, значит, какой апельсин им хочется. Они знают, что они придут за апельсином в точку, но они знают, что они предпочитают добрый апельсин. И таким образом, если есть блок доброго, который они видят издалека, потому что он зеленый, им очень легко пойти, взять, купить и уйти. Значит, это второй элемент. И он очень сильно влияет на продажи. Мы видели, у нас было исследование с сетью Перекресток несколько лет назад, где мы в некоторых точках поменяли мерчендайзинг, и продажи увеличились на 20%. На 20%? На 20%. Чтобы показать, до какой степени это может сильно повлиять, потому что люди просто намного быстрее находят свой продукт. И опять-таки, мы ставили камеры, это так интересно. Потому что мы видим, как люди приходят. Ну, некоторые сразу находят, они привыкли. Но другие приходят, смотрят, ходят туда-обратно 5 минут, и в конце концов уходят с категории. Они явно пришли с намерением купить, но не смогли решиться. И этих людей мы хотим взять, и мы хотим, чтобы продукт был у них в казине, потому что нам кажется, что им тоже будет лучше, если продукт у них будет в казине и дома, и они смогут наслаждаться им. И третий, очень важный пункт, который в нашем разговоре с ритейлерами, это цена. И иметь правильную цену, которая соответствует тому, что люди готовы заплатить, это очень важно и достаточно сложно, особенно в текущих условиях. Потому что с 2009 года у нас был кризис, и как-то мы не совсем хорошо вышли из него. Люди как-то волнуются и порывами начинают экономить, не очень хотят тратить деньги, стараются подешевле продукты купить. И мы должны очень аккуратно следить за этим и помогать людям. Вот почему ценовые акции, они очень-очень ключевые. И они, конечно, ключевые, чтобы помочь людям, у которых более низкий доход себе позволит сок, но они тоже ключевые, чтобы, например, поблагодарить тех людей, которые часто покупают наш сок, как знак благодарности за их лояльность. И в третьем это ценовые акции, которые помогают привлечь новых людей. Они видят, что очень хорошая цена, им хочется попробовать, но они говорят, ох, какой вкусный продукт, новинка, добрый, деревенские яблочки, никогда не видел, я сейчас попробую. И мы надеемся, что им понравится, и им захочется потом его купить уже по стандартной цене. Конечно, эти ценовые акции, они очень влияют на наши объемы. Каждый раз, что мы их правильно проводим, они строят... А как часто вы их проводите? Слушайте, это зависит от каждой сети. От каждой сети, да. Каждая сеть имеет свой календарь. Мы договариваемся в начале года примерно на календарь, и потом в течение года определяем. Но можно сказать, что есть сети, где у нас акции на разный продукт каждый месяц. А есть сети, где у нас квартальные акции. Я сказал бы, что в любой момент в России у нас будет где-то акция, в какой-нибудь сети или в какой-нибудь точке. Ну, как бы мы, опять-таки, мы это определяем на уровне каждой сети. Потому что мы работаем с каждой сетью тоже по их стратегии. Каждая сеть имеет свои цели. Какая-то сеть хочет строить, например, посещаемость. Какая-то сеть хочет строить размер корзины. Какая-то сеть фокусируется на корзины особенного размера. Например, на большие корзины, как это часто в гипермаркетах, например, в сети ОК. И, конечно, наши механики, они будут разные. Когда мы фокусируемся на большую корзину, у нас будет фокус на более большие размеры упаковок. Например, двухлитровые упаковки. И мы будем скорее предлагать людям купить несколько упаковок. Например, спеццену, если купишь две или три упаковки. Наоборот, например, в сети дискаунтеров, более таких дешевых магазинов, которые у дома, куда часто люди ходят пешком, как сеть, например, Магнит, ну, тут скорее будут более ценовые акции на литр и на одну упаковку. Ну, потому что людям тяжело нести. Так что понимание очень точное у шопера, что он делает, почему он приходит, по какой причине, как он ходит в магазин, на машине, пешком, он живет далеко. Все это влияет на то, что мы делаем. И когда мы точно попадаем в цель, конечно, мы это сразу видим. И у нас повышение, сильное повышение продаж. Но, к сожалению, это не всегда так. Это очень сложно попасть. И у нас идут много разных проектов с сетями, чтобы определить, как правильнее. И учесть все нюансы. Абсолютно. Ну, плюс ценовые промо все-таки такой достаточно осторожный инструмент. Потому что можно в какой-то момент, что называется, уронить бренд. То есть покупатели привыкнут к покупкам по низким ценам. Они, наоборот, перестанут покупать по высоким. Тем более ритейлеры утверждают, нам невыгодно. Производители говорят, нам тоже, в принципе, не очень выгодно. Я слышал такое интересное выражение. Мне очень понравилось. Что эффективный шопер-маркетинг – это наука о том, как максимально эффективно продавать без ценовых акций. Ну, вы правы. И мне кажется, что я и так и начал с ассортимента и с мерчендайзинга. Потому что, главным образом, это самые важные два элемента. Очень часто нам кажется, что цена – самый ключевой, скажем, повод для принятия решения. Но это не так. Люди приходят в магазин, потому что им нужны какие-то продукты, которые они хотят найти, купить, по специфичным брендам, что касается соков. И, значит, это их первоначальная цель. Потом, конечно, они будут рассматривать цену, потому что стараются оптимизировать свою корзину. Но вы правы, что главным образом ассортимент и мерчендайзинг, они как бы приоритет номер один, номер два. Как-никак, мне кажется, что ценовая акция, она остается как бы важной. Ей нужно очень аккуратно управлять. И опять, не с целью я сейчас буду снижать мою цену и очень сейчас вырастут мои продажи и все. А с целью, как я говорил, я хочу набрать новых потребителей, чтобы они попробовали мой продукт и могли бы потом остаться на нем. Я хочу поблагодарить моих лояльных. Это очень важно. Потому что эти люди, они покупают регулярно, и для них это тоже очень важно, их удержать и дальше строить лояльность. Так что если это делать вот с такой очень четкой целью и знать, что мы хотим достичь, мне кажется, тогда это может быть очень хороший инструмент. Большое спасибо за ваш очень подробный рассказ, потому что мы достаточно быстро, но тем не менее, мне кажется, осветили все основные вещи, которые интересуют наших зрителей. Мы с вами были на эфире программы «Формула продаж». Разрешите вам вручить такую книгу, называется «Торговые войны». Это как раз о взаимоотношениях ритейлеров и производителей. С вами в эфире были ведущие Ярослав Плинк и Татьяна Зайцева. А в гостях у нас был Пьер Филипенко компании «Молтон». Спасибо большое. Спасибо, Пьер. Спасибо за книгу. Спасибо. 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 Спасибо.